Асессорша, вдова, оставшись с малолетним сыном Игнатием при хороших средствах, все внимание на воспитание его обратила, сохраняя его от простуды и болезней, а также и от всяких бед и слов несовместных, от которых ум детски расслевается и узнает о пороках. С той целью к ней в дом никто, ни один мужчина, кроме разносчика и булочника, не входил, да еще вхож был каждое первое число месяца для молебна и назидания духовник ее, отец Павел. Этот был роста высокого, острого понимания и в разговорах нередко шутлив. Он в обстоятельства сей своей почитательницы вникал, и, оставаясь у нее после молебнов на чае и закуске, скромность и бережливость асессорши постоянно похвалял, но не одобрял, что она так Игнату в заперти при себе и одних домашних прислужницах держит, до того, что он ничего мужескому полусродного характере не имел, а стал подобен как бы девчонке, или лучше сказать, ни к тем, ни к всем не относится. А Игнатий тогда шел уже шестнадцатый год, и он еще нигде не учился. Асессорша же, во всем отца Павла признавая, на этот счет его полезных советов не слушала, и против его разных доказательств приводила примеры из своей прошлой жизни. Наичаще она вспоминала, что, состояв в браке с асессором, многое от него перенесла, ибо он имел такое обыкновение, что, если с каким-либо просителем запирует, то несколько дней потом домой не возвращался, а удалялся по разным местам, пел и играл под органную музыку разные танцевальные, попредставляя. Это танцевание асессорше столько в жизни огорчения сделало, и было понятно, что она опасалась, как бы и сын ее по стопам родителя своего не последовал. Отец же Павел, имея здравое осуждение, говорил «Сударыня, никакого плода дальше его лет не убережешь, а если убережешь, то выкинешь». И указывал ей, что может быть такой слепой случай, когда вдруг юноше нечто необычайное в жизни откроется, и тогда он хуже не узнает, как себя повести, а еще более пострадать может. Но недоумевшая асессорша стояла на своем, и отцу Павлу не верила, и так благополучно сберегла Игнашу до двадцати лет и приучала его к хозяйству, водя его с собою всегда по саду и по амбарам, дабы минуты один не оставался. А между тем, случай, которого она не допускала, подкрался в самой неожиданности и очень скоро обнаружился. У асессорши был брат, отставной бригадир и предводитель, с которым она редко видалась, потому что он жил за двести верст в своем имении, слишком уж на кавалерскую ногу, и приезда родственниц не хотел видеть, а присылал им дважды в год праздничные подарки холста и материи, по выбору проживавших у него посторонних вольнодомок. Но как всему на свете бывает конец, то и бригадиру на семьдесят третьем году его жизни пришел черед умирать, и он в преддверии смерти вспомнил о сестре асессорши и прислал к ней нарочного сказать, что он умирает, и желает с нею и с племянником проститься. Случай же, о возможности которого асессорши не раз намекал отец Павел, был на стороже и устроил так, что перед этим самым временем она, перевешивая полотки на жердях сверху амбара, оступилась и упала с лестницы, столь сильно повихнув себе ногу, что лежала в постели и не могла двинуться. А потому и ехать к умирающему брату не могла ни под каким видом. Между тем, она была домовита и вещелюбива, и знала, что у брата, кроме недвижимого имения, коему уповало быть в своей доле наследницей, были еще многие драгоценности – часы, табакерки с портретами, камнями осыпанные и даренные ему за храбрость из кабинета. И асессорша опасалась, что он те вещи мог по своей слабости раздарить кому-либо из окружавших его женских угодниц его свободной жизни, которые к нему приласкались. Или же они, в случае, если брат умрет до ее приезда, то сами по алчности своей могут все это расхитить, а после сказать, ничего не было или он нам подарил. В таком размышлении она провела всю ночь без сна, со стесненным сердцем, и к утру решилась послать к умирающему без себя Игнату, спроживавшую у ней верную вдовою Капральшую, чтобы он поехал и пожил у дяди до самой его кончины, и как можно прилежнее к нему приласкался. Утром же велела скоро готовить бричку, а Игнаши с Капральшою собираться, и вместе с тем послала просить отца Павла, чтобы прямо от обедни пожаловал отслужить в путь шествующему молебен и благословить Игнатия на дорогу. Отец Павел прибыл на приглашение асессорши, и молебен в ее комнате отпел, так что и она в постели могла молиться. А когда затем здесь же на столе подали для отъезжающего на завтрак келячью печенку в сметане и пирожки, то отец Павел, кушая с Игнатием, делал ему по материнской просьбе внушение, как ему себя вести у дяди. Не будь, — говорил, — как дитя, — на всякий шаг материнного научения не ожидай, ибо ее с тобой не будет, а сам своим умом для себя полезное руководствуй. Дядю ласкай, и руку ему целуй, и одеяло поправляй, и лекарства по часам лей и в ложки подноси. А вещей хороших и драгоценных смотри повсюду, где они есть, и их хвали и одобряй, чтобы он понимал, как они тебе нравятся. И про которую тебе вещь скажет «это тебе», ты сейчас ему руку целуй, а вещь к себе уноси, и запирай от слуг и от вольнодомок. А мало спустя, как он опять в памяти покажется, ты прославляй его заслуги и храбрость, за которые он драгоценности получал в дар, и опять те вещи на вид ставь и хвали, пока скажет «бери себе и это». И так ласковым обхождением до самой его кончины обходись. А когда один останешься, то на других говори, чтобы он другим не доверял. Если же один быть не можешь, то встань будто подушки поправить и прошепчи. Так можешь все получить, даже и с остатком на мою долю, если совет мой оценить пожелаешь. И преподав ему норовоучение, Игнату благословил, и тот с Капральшей поехал. Но Капральшу, выехав за городскую заставу, из брички ссадил, прислал назад, а сам понадеялся на себя. После же кончины дяди он возвратился назад, совсем благополучен и с довольными дарами в вещах и в части имения, но на две причины жаловался. Первое, что покойный дядя его до нежной к себе ласковости ни разу не допускал, и лекарства из его рук не пил. А второе, мать заметила, что он теперь слабо спит, в постели мечется и во сне губами смокчет. И второй этой причины он матери не открывал, отчего ему это сделалось. Асессерша, с которой сын прежде был во всем откровенный, не раз даже со слезами просила его открыть, отчего ему стал такой беспоконный сон и смоктание. Но он что-то невнятно бормотал и ничего не открывал. Матери вздумалось, что не пристало ли это к нему от покойника, и не стало ли со страха, что смертный случай видел, или от досады, что грубый человек не мог, умирая, ласки его оценить. И тогда, по всегдашней вере своей в отца Павла, асессерша и в этом случае призвала его к молебну, и потом за закуску открыла, что вот где с Игнашию так и так, после езды его в одиночестве к дяде большая перемена. День невесел и задумчив, а ночью с вечера долго не спит и в постели вертится и губами смокчет. «Знаю, — говорила асессерша, — что ныне даже и духовные волшебствам уже не стали верить. Однако же волшебница самого Самуила из груба вызвала, и Саулу тень пророка показывала. Да и в книгах церковных недаром есть молитвы от злого очарования и на отогнание. А потому так или так, — говорит, — вас прошу, и даже уже своими руками вам из своего марселинового платья новый подрязник сюрпризом сшила, но возьмите вы Игнату в свои руки, и выведайте от него всю истину и помогите». Отец Павел сказал «хорошо», и, приняв в одну руку завернутый в бумагу марселиновый подрязник, другой рукой взял за руку Борчука и пошел с ним в сад, как бы для осмотра нынешнего года урожая вишен. И тут, остановлясь под одним сильно рясным деревом, стал указывать, как много воробьи нончи ягод портят, и от этого вдруг со вздохом перешел к иной порче, как нравы наши повреждаются. Налетит сверху не знать откуда, словно птаха, и клюет доброе насаждение. Так может быть что-нибудь и с тобою сделано? Игнаша растрогался и от неожиданности только вопроса смутился. Точно, говорит, отец Павел, было со мной плохое дело, может быть теперь что-нибудь осталось, и я за грех мой страдаю. А отец Павел покачал головой и говорит «сделаем-ка вот что, нарви-ка ты мне поскорей хороший лопушный лист вишен, которые позрелее, и особенно воробьинных оклевушков, они всегда слаще, и подай сюда». Тот мигом все исполнил, нарвал лучших вишен и оклевухов, и подал их отцу Павлу на большом лопушном листе, как на дорогом блюде. Отец же Павел в траву под яблонью сел и рясу распахнул, а лопух с ягодами в колени поместил и говорит «Ну вот, друг мой Игнатий Иванович, хорошо, а теперь как мы здесь только двое, ты да я, и больше никого нет, а над нами Бог всемогущий, от Него же не есть ничто неявленное или утаяно, то будем же мы с тобой как в раю откровенно разговаривать, и и ты открой мне как на духу, что такое с тобой встретилось, и о чем ты столь сокрушаешься, что даже и мать свою сокрушаешь, ибо она видит, как ты во дни невесел, а ночами беспокойно спишь и губами смокчешь». «Я буду в траве сидеть, твоего срывания вишни есть, а ты мне свои тайности обнаруживай, и тебе легче станет». Игнаша отвечает «Я и сам, батюшка, этого очень желаю, но только не хочу, чтобы маменька об этом узнала». «Она никогда не узнает», — говорит отец Павел. «Я тебе в том мое слово даю, а ирейскому слову сам закон без присяги верит. Я уже тебе вперед сказал, что речь твою я принимаю как исповедь, а что на исповеди сказано, то нам открывать никому не дозволено, кроме политического начальства». «Ну, если так, — говорит Игнаша, — что маменька знать не будет, то я вам грех свой открою». «Открывай», — кивает отец Павел. «Ездил я к дяденьке, — начал Игнать, чтобы к нему перед смертью его приласкаться и получить вещей и наследство». «Ну и что ж такое? Это долг родственности твой был, и в том нет никакого греха». «Дас, вещей я немного получил, а наследство сто душ с усадьбы». «Ну, ну что ж ты останавливаешься? Получил сто душ с усадьбой, и это не худо. И тут я никакого греха не вижу. Если бы мне дали, то я и сам бы получить такое наследство готов был». «Вам нельзя, — говорит Игната, — духовные крестьян у себя в крепости держать не могут, а только одни дворяне». «Ну, это ничего не значит», — резонит отец Павел. «Я бы крестьян в шесть месяцев какому-нибудь дворянину за дешевую цену на переселение в безлюдные степи продал, а усадьбе сам жить стал. Во всем этом греха нет. Ну вот я уж скоро все вишни поем, а ты мне еще одни давно мне известные пустяки говоришь, а про грех утаиваешь». Тогда Игнатий, видя, что надо уже сделать окончание речи, сказал, что видел он у дяди большое стеснение от привитавших у него дам, которые были у него чужие из постоянных гостей. Но бригадир их к себе приближал более чем своих родственников и из их рук лекарства принимал, и их одних к себе сидеть близко у постели заставлял, а его отдалял и даже шутил над ним. При тех же дамах были и другие родственницы, молодые и старые, и к одной приехала из Москвы молодая акушерница или бабка-галантка, нрава веселого и смешливая, круглолицая, с бровью и с косым пробором на голове, совершенно как будто красивый мальчик. Эта молодая бабка-галантка при больном скучать не любила, а все отбегала в сад, и Игнашу с собой туда звала, и там заставляла его себя на качелях качать, и горячий уголек ей на трубке для закуривания раздувать. Когда же бригадир умер, и Игната домой поехал, то на второй станции ему не дали лошадей, потому что большой разгон был, и он должен был на той станции заночевать. И едва он заснул в первый сон, как послышался шум, и в ту комнату, где он спал, и кроме которой другой не было, вошла та же самая акушерица-бабка-галантка, которая тоже домой ехала, и за недачу ей лошадей тоже здесь до утра должна была остановиться. Тогда она, сняв с себя мантон и верхнее платье, легла спать на другом диване в одном белом лифе и закурила трубку. Игнатий же от нее оборотился к стене и усильно сдремал во второй сон очень недолго, и опять к ней тихо оборотился, чтобы видеть, не спит ли. Но она не спала, и, глядев на него, рассмеялась и поцелуй ему губами сделала. Он же тогда скорее опять заворотился к стене и усиленно искал, чтобы скорее заснуть в третий сон, но не мог этого сделать, ибо слышал, как она, посмеиваясь, губами вроде поцелуев чмокала до самого утра. А когда утром он проснулся, чтобы ехать дальше, то ее уже не было, а он и так же, как она, губами чмокал и доселе с той привычкой остался. Прослушав такой сказ, отец Павел спросил, да не было ли ему все это во сне. Но Игнатий выражал свое твердое уверение, что все то, что с ним было наяву. Тогда отец Павел, докушав последние вишни, стряхнул с лопуха приставшие к нему некоторые выплюнутые косточки, а лопух положил Игнатию на голову и, прихлопнув по нем ладонью, сказал, — Молодчина ты, похваляю. И в этот раз ты вышел чистый безгрешен. А теперь держи ты этот лист покрепче на голове и походи с ним, погуляй по аллейке, пока из тебя выйдут последние помышления. А я вернусь к твоей матери и тайны твоей ей не открою, а успокою ее и скажу, как ей тебя от всего избавить. Чтоб ты по-прежнему спал крепко и в первый сон, как во второй и в третий. И пустив Игнашу ходить под лопухом по аллее, отец пришел к ассесарше и говорит, — Ничтожи вам и сыну вашему, которого вы при себе воспитали. Я его совесть испытал и никакой вины в нем не нашел. Ассесарше перекрестилась и хотела любопытствовать, но отец Павел ей всего открывать не стал. — Я, — говорит, — это Игнатию обещал, да и по службе не могу, потому что открытое нам по тайности навсегда ото всех в тайне должно и оставаться, разве как перед одним политическим начальством. Но помочь я вам для успокоения ваших материнских чувств могу и полезный совет вам дам. Ассесарше говорит, — Сделайте, батюшка, милость, я вам по крову Богородицы гарусный пояс цветами вышью. — Хорошо, — говорит, — только вы слушайте и все точно исполните. — Слушаю, батюшка, слушаю и непременно исполню. Встаньте вы сами рано утром на заре, когда еще роса на травах не высохла. — Встану, — говорит мать, — даже до зари встану. — Да, и возьмите вы с собой новый серп, такой, которым еще никто не жал. — Есть у меня в кладовой два серпа новые, — кивает мать. — И выйдите вы с ним одна в сад, и оглядите такую яблоньку, которая кудрявая, чтобы на ней плоды были порумяние. — Есть у меня такая, — есть, — кивает мать. — И нажните вы своими материнскими чистыми руками вокруг нее травы, и высушите из нее на солнце пуд сена. Все так сделаю. — И пусть он этот пуд сена съест. — Кто это? — Разумеется, он, сын ваш Игнатий. Ассесарша изумилась. — Как же это так? Разве, говорит он, — у меня конь. А отец Павел отвечает. — Конь-то он у тебя действительно не конь, но осел преизрядный.